дорогие друзья господь бог изливает ярость на ту систему которую навязали людям возможно вы сейчас многое не понимаете и для вас некоторые вещи кажутся нормой но то что сейчас происходит является недопустимым в его глазах мир вам друзья это проект премудрость даниила почему-то мы привыкли думать что все мы должны много работать и чем больше работать тем лучше это все наследие индустриальной эпохи которая кстати уже закончилась сегодня люди работают как роботы вставая в 6 утра трудясь по шесть дней в неделю по 10 12 часов в день и как следствие люди выгорают во всем мире а в японии например из-за высокого темпа работы и сверхурочных люди в буквальном смысле умирают от переутомления то что сейчас происходит это что-то невообразимое мир превратился в большой завод люди встают в одно время работают по 10 12 часов приходят домой ужин спать и так всю неделю весь месяц и весь год эпоха индустриализма вычеркнула нормальный ритм жизни и уничтожила базу на чем основывались человеческие ценности обратите внимание на странную закономерность нам всеми силами пытаются навязать работу даже если она бессмысленна вам не кажется это странным сколько выпускается продуктов полки а товаров просто ломится тысячу видов сыров тысячи видов колбас тысячи видов хлебов то же самое с одеждой весенние осенние летние коллекции торговые центры полупустые новые товары бесперебойно поступают даже если нет на них спроса товары производят в несоразмерных количествах заведомо маленьким гарантийным сроком поэтому приходится тратить и зарабатывать непрерывно во всем мире каждый год выбрасывается или уничтожается 1 и три десятой миллиарда тонн пригодной к употреблению еды четверть этих продуктов решила бы проблему голода на планете но нет все намеренно уничтожается чтобы произвести заново например многие топовые бренды не распроданную сезонную одежду специально уничтожают чтобы никому не досталось а это только вдумайтесь каждый месяц уничтожается несколько тонн абсолютно новой одежды обуви и аксессуаров ибо мудрость мира сего есть безумие пред богом давался восхищался творил и господь заглядывает в наши сердца и что он там видит он видит там только печаль и утомленность он никак не может быть доволен этим все началось с того что люди начали заманивать в большие города карьеры деньгами и бесплатным жильем а жилье в руках власти становилось отличным средством для управления людьми ему внушают что жить в бетонной коробке за несколько миллионов рублей это здорово но при этом его по умолчанию нагружают огромным количеством налогов и расходов разрушился уклад жизни человека который вложил господь такого не должно быть раньше все было по-другому в библейские времена каждая семья имела свой земельный удел и каждый член семьи должен был участвовать в ее возделывании это не было обременительным трудом ритм работы всегда был грамотно распределен и не истощал человека они обеспечивали себя и свою семью достаточным количеством пищи одежды жилья и других жизненно необходимых вещей когда эти первичные потребности удовлетворены у человека оставалось достаточно времени и средств для воспитания детей саморазвития и улучшения общества это библейская модель ее установил наш господь бог то есть человек поработал восполнил первостепенные нужды и высвобождающиеся время и ресурсы человек должен направлять на достижение цели ради которых он был создан на земле человек создавал себе именно то что он хочет и погружался в сам процесс а ведь одна из важной составляющей человеческой жизни суть и смысл быть человеком это что-то творить раньше каждый мужчина мог построить себе уютный дом за короткий срок за год или два простой надежный теплый дом который простоит лет сто и не нужно было работать на ипотеку двадцать-тридцать лет городской человек не творит а больше покупает больше пользуются услугами городской человек это потребитель он все дальше уходит от образа жизни который был для него сотворен создателем человека призывают трудиться не покладая рук ему повышают часы нормативы планы требования и говорят это норма одобряют и возвышают в какой-то ранг что работать на двух работах это хороший человеческий показатель и говорят это норма человеку постоянно повышают пенсионный возраст чтобы тот работал как можно дольше и говорят это норма но по факту люди просто не успевают жить это все заливается в мозги людям с телевизоров из газетных статей и все это доходит до того что люди начинают в это верить и воспринимать это на полном серьезе человек начинает терять свою индивидуальность и неосознанно подстраивается под всех под убеждение мира мы становимся все более беспомощны из-за своего же невежества и несамостоятельности мы сами помогаем создать мир в котором нас пытаются сделать рабами когда уровень производства стал выше уровня возможного потребления тогда намеренно изобрели искусственные потребности человека телефоны планшеты гаджеты и через тв рекламу и пиар создали искусственный спрос на псевдо нужные товары нам указывают ложные ценности на которые нужно зарабатывать ты должен взять ипотечный кредит на 20-30 лет ты должен иметь это и это ты должен носить это и это они начали внушать нам чувство неполноценности что тот кто не имеет тот или иной продукт ты неудачник или бедный на самом деле жертва абсурда это те самые люди которые так рассуждают современный человек вовлекается в бесконечную гонку за новинками а для этого вынужден постоянно работать цель лукавого чтобы человек все время был занят выживанием они достижением цели ради которых он появился на свет он удерживает человека в состоянии выживания не позволяя осознать свои значимости и ценности работать 6-7 дней в неделю по 10-12 часов в день человек еще тратит час или два на дорогу и возвращается с работы полностью изможденным не имея силы и времени на свою семью на воспитание детей вот почему люди в городах постоянно спешат только люди в преклонном возрасте с ужасом осознают что они совершили ужасную ошибку многие из них провели всю свою жизнь на нелюбимой скучной тяжелой работе не осмелившись уйти многие пожертвовали семьей ради работы и как следствие потеряли самое дорогое многие так много работали что не замечали других радостей не реализовывали свои мечты мало путешествовали не учились новому они так много работали что к 40 годам никакого здоровья все время на нервах постоянный стресс больная спина больные суставы разве это того стоит и в этой глупой гонки и суете пролетает вся наша жизнь сейчас вырисовывается тщетность всех человеческих усилий люди никак не могут понять что мы здесь гости в этом мире мы гости на короткое на очень короткое время и надрывать свое здоровье строя здесь что-то грандиозное не имеет смысла нас ждет небесный иерусалим наш дом на новой земле настоящее счастье и настоящую жизнь невозможно купить потому что она не покупается а создается и единственный выход из этой гонки стать самостоятельным решением еще может стать кардинальная переоценка ценностей возможно даже с последующей смены работы на более интересную и вдохновляющую так как занятие любимым делом всегда наполняет нас энергией и как минимум пересмотр своего отношения к деньгам живите по принципу только самое нужное и важное покупается остальному нет места в моем доме библия всегда побуждает к трудолюбию быть прилежным в своем деле она призывает нас выделять время для отдыха на семью на чтение писания поэтому нельзя допускать чтобы из-за работы страдала семья здоровье и духовные ценности запомните не посвящайте себя целиком и полностью работе знаете есть такая любопытная вещь работа есть всегда а жизнь имеет свойство заканчиваться бог хочет чтобы мы получали радость от своего труда найдите этот баланс попросите чтобы господь помог вам в этом нет ничего лучше для человека чем есть пить и находить наслаждение в труде я понял что и это дает рука божья экклесиаст 224 когда работа в меру и потребление в меру тогда полнота жизни ощущается гораздо ярче отказывайтесь от работы которая губит ваше здоровье и делает вас несчастным если вы не будете планировать свое будущее за вас это сделаю другие и очень велика вероятность того что это будущее будет не совсем таким как вам бы хотелось позвольте себе быть счастливыми может пора что-то поменять в жизни осознайте свою ценность и значимость вы ценное творение божье напишите пожалуйста в комментариях как много вы работаете хватает ли вам время на собственную жизнь и чтобы вы делали если бы вам не надо было столько много работать какую свою мечту вы бы реализовали может вы хотели чему-то новому научиться освоить какое-то дело увидеть какие-то новые места но не получалось из-за времени поддержите наш проект подписывайтесь на наш канал премудрость даниила и нажмите на колокольчик чтобы не пропустить новые ролики также поставьте лайк этому видео и поделитесь с друзьями и и и и и и и